То есть больше погибнет украинских граждан. Вот это единственный результат того, что сейчас называется западная поддержка. Для того, чтобы переломить ситуацию на фронте одними высокоточными ракетами, невозможно это сделать. Вот эта их наглость, агрессивность и беспардонность, это как раз психологическое следствие страха. Они очень боятся России. Американцы воюют руками чужими не потому, что они такие мудрые, а потому что они сами уже воевать не могут. Лукашенко взял автомат и вышел и сказал, попробуйте. Янукович сбежал. Андрей, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, с вами хотелось бы поговорить о ситуации в Украине, вокруг Украины. Последние дни принесли очень много новостей в части поддержки Украины. Например, G7 договорилась о 50 миллиардах поддержки до конца года. Это достаточно приличная сумма. Но самое интересное, что это проценты с российских замороженных активов. Плюс НАТО, в общем-то, обязалась вообще чуть ли не на постоянной основе помогать вооружениями и так далее, и так далее. Опять же, Украине готовится к подписанию договора Соединенных Штатов и Киева. Вашингтона и Киева, так точнее, будет сказать, тоже о поддержке там на многие годы вперед. Все вот эти вот все события говорят, в первую очередь, для вас о чем? Эта поддержка напоминает обеспечение аппарата искусственного дыхания. Человек, собственно говоря, уже не совсем живой, грубо говоря. Но благодаря аппарату искусственного дыхания он вроде как и не умер. Это что-то такое, такая неопределенность сплошная. С Украиной, в общем-то, приблизительно то же самое. Но выделяют они еще деньги. Но большая часть денег будет, как всегда, украдено. То есть сначала его украдут те, которые выделили основную сумму, а потом крохи доворуют уже команды Зеленского. На места дойдут копейки. Но тут, в принципе, дело даже не в этом. Речь не об этом идет. Но они же стреляют по российской армии не долларами. Если бы они стреляли долларами, да, включили еще сильнее станок печатный в Соединенных Штатах. Ну подумаешь, там еще триллион напечатают. Ну не жалко, собственно говоря. Печатать эти триллионы и раздавать аборигенам по всему миру, это не жалко. Но проблема в том, что война-то, она же, это не деньги. Это не только деньги. Это абсолютно материальные вещи. Вы говорите, что там НАТО поддерживало, американцы поддерживали. Да, но проблема опять-таки в том, что если деньги можно печатать непрерывно, не останавливаясь, то производить боеприпасы, производить артиллерийские орудия, танки и так далее, есть определенные границы физические всего этому. И Запад, он подошел вплотную к этим своим границам физическим, да. Ну не секрет, что большие проблемы с производством боеприпасов, необходимого количества боеприпасов, необходимого количества ракет разнообразных, необходимого количества техники и так далее, и так далее, и так далее. То есть Запад в противостоянии с Россией, в военном противостоянии, подошел к своим пределам. Они могут собираться и говорить все, что угодно там у себя на саммитах, разнообразных, иных мероприятиях, но от этого реальность не меняется. В общем, все дело. Единственное, на что это повлияет, вот эти вот все эти поддержки, вот эти вот говорильня вот эта непрерывная и так далее, это то, что больше будет трупов. То есть больше погибнет украинских граждан. Вот это единственный как бы результат того, что сейчас называется западная поддержка. Насколько серьезно вообще стоит относиться, я понял уже вашу точку зрения по поводу поддержки, в том числе и финансовой, и вооружениями, но, скажем так, отдельным пунктом вот как-то последнее время выделяют те самые истребители F-16. Сами по себе они, ну, как говорят, во всяком случае, в большинстве своем люди, понимающие авиации и вообще в военном деле, достаточно уже старенькие, но как элемент общей системы, натовской, в том числе информационной, и аппарат, который может нести ракеты, в том числе те же Атакамсы и так далее, вот тут они уже немножко другую роль начинают играть. Способны ли они что-то, не знаю, поменять, изменить в ходе боевых действий? И почему к ним такое внимание? Ну, Украина уже не первый месяц использует высокоточные ракеты западные, и для этого особо-то F-16 не надо, они приспособили советскую технику к этому, навешивают эти ракеты и пускают, это же не проблема. Здесь же, опять-таки, то, что они могут бить по каким-то точкам, по какому-то ТУ, это да, это одно, но для того, чтобы переломить ситуацию на фронте, высокоточными, одними высокоточными ракетами, ну, невозможно это сделать. Здесь нужно очень много ствольной артиллерии, самоходной, здесь нужно очень много снарядов, здесь очень много нужно беспилотников, да, вот этих вот дронов, камикадзе, вот и так далее. То есть здесь нужен просто поток, очень большой организованный производственный поток. По точкам бить, да, ну да, ну тут же, на это же не влияет, на армию. Ну да, будут определенные возникнут, могут возникнуть определенные проблемы с логистикой. Это да, но на общую ситуацию это не повлияет. Это просто создаст картинку, ту картинку, которая необходима Павлу Зеленскому и его, как бы, товарищам на Западе. Вот смотрите, значит, мы воюем, вот у нас достижения. Разбомбили очередной жилой квартал где-нибудь в российском городе, да, убили еще каких-то там гражданских жителей и так далее. Вот наши достижения, вот мы, смотрите и трепещите. Но на фронте, вот непосредственно, где идут боевые действия, это принципиально не повлияет. F-16 это просто самолет, причем не самый свежий, скажем так. Хотя там со свежими у американцев тоже большие проблемы. Это просто самолет. Как-то вот они же начинали с чего, если помните, они же сначала обожествили джавелины. Да, там целая история, как вы говорите, с обожествлениями разных видов вооружений. Джавелины, и мы дойдем до Новосибирска за две недели. Ну дали они им джавелины, и где. То есть про них уже никто не вспоминает, про эти джавелины. С танками ведь то же самое были. Вот сейчас появятся леопарды, и русские побегут. И мы в Москве будем через неделю. Ну дали леопарды, и дальше что? Потом им дали Абрамсы. И много чего здесь, вы понимаете, здесь немножко проявляются такие архаические черты сознания. Вот некое божество пришлет нам некое волшебное оружие, и мы благодаря этому волшебному оружию через три дня победим. Но это полная ерунда, полный бред, тем более в тех объемах, которые им дают. Ну там что-то по 20, F-16 в год у них там, по-моему, общая сумма получается. Но это несерьезно. Это не позволит создать перевес, господство в воздухе создать. Это не позволит. Плюс вы говорите про систему, да? Ну хорошо, F-16 как часть системы, допустим, там обнаружения, наведения и так далее. Но ведь опять-таки это же не все, это лишь элемент. Это всего лишь элемент, причем ограниченный, серьезным образом ограниченный элемент. Самолет — это платформа, с которой запускаются ракеты, и не более того. Поэтому здесь, знаете, здесь в большей степени это, как всегда, вопрос пропаганды западной и украинской. И ставка делается именно на пропаганду. Ни на сколько не на реальность, вот эту материальную, да, бренную, сколько на вот эти вот фантомные какие-то вещи, которые должны оказать воздействие на массовое сознание. Вот они на это надеются. Но, ребята, ну для того, чтобы победить в такой войне, которая сейчас идет, ну необходимы там не 20 F-16, а необходимые сотни тысяч подготовленных, хорошо вооруженных бойцов. Сотни тысяч. Необходима техника, боевая техника вот именно на земле. Артиллерийские орудия, как я говорю, самоходные орудия, танки и так далее. Причем в огромном количестве, потому что война идет ширкомасштабная, и она идет на истощение. А на данный момент на Украине нет ничего ни того, ни другого, ни третьего. Сейчас проблемы даже с ресурсами человеческими. И причем с каждым месяцем это же как бы по не спадающей идет. У них ситуация постоянно ухудшается. То есть они там бла-бла-бла-бла-бла-бла, хором собираются, а ситуация ухудшается, ухудшается, ухудшается и ухудшается. Ну вот в одном из западных средств массовой информации прозвучала, не так давно появилась такая статья, где автор утверждает, что в случае поражения, ну а судя по тому, что происходит, во всяком случае, что мы можем хоть издалека и наблюдать, происходит, все дело идет к тому, я так, ну мне так кажется, во всех случаях, не только мне, в случае поражения Украина перейдет к тактике террористических атак по гражданским объектам, там упоминались школы в первую очередь, ну в общем, места массового скопления людей. На ваш взгляд, вероятность такого развития событий насколько велика, и что с этим делать, в общем-то, как это возможно предупредить, на ваш взгляд? Здесь, на мой взгляд, немножко не совсем понятно, что имеет автор вот этой статьи, о которой вы упомянули. В случае, если Украина проиграет, так в случае, если Украина проиграет, у них не будет тех технических возможностей, которые у них есть сейчас, пока она не проиграла. То есть, Украина проиграет, то есть, проиграет это что? Это значит, что рухнет фронт, развалится армия, и российская армия дойдет до Львова. Тогда каким образом они собираются осуществлять бомбардировки российских городов? Здесь это не совсем понятно. Террористические атаки – это не совсем бомбардировки. Но там речь шла как раз именно про бомбардировки. Ну, давайте мы как бы упростим ситуацию и предположим, что автор там, кроме всего прочего, имела террористические атаки, ну, допустим, такого плана, как не так давно в Подмосковье произошло. Но дело в том, что сейчас это не просто угроза. Вот если вдруг вот так, то вот они вот так. Дело в том, что они уже давно этим занимаются. Организация террористических атак на территории России, она происходит уже давно. Не первый месяц. Просто многого мы не знаем, сколько было предотвращено террористических атак, организованных именно с территории Украины. То есть они непрерывно идут, непрерывной чередой идут. Ничего нового я к тому, что не написали. Да, ничего нового нет. Понятно. Здесь на самом деле та угроза, которую нас пытаются пугать, на самом деле она уже... Киев использовал все, что пришло ему в голову. Вот все, что ему в голову пришло, точнее все, что ему подсказали, и что он технически может осуществить. Он уже попытался осуществить. Либо осуществил, либо попытался осуществить. Но здесь дело в том, что... В чем, собственно говоря, почему я не понимаю логику автора? Почему, да? Потому что если Украина проиграет, точнее, когда Украина проиграет, ее террористические возможности радикальным образом сужатся. Они станут минимальными. Вот пока существует государство Украины, эти возможности максимально широкие. Потому что Украина используется именно как плацдарм для атаки против России во всех смыслах этого слова. Если этого плацдарма не будет, естественно, что все пойдет по неспыдающей. Потому что, ну, если нет организованной структуры, то не будет, собственно говоря, и того масштаба террористической атакы, которая сейчас имеет место быть. В общем, все дело. Поэтому, если, допустим, брать вот логику автора этой статьи, то она немножко, на мой взгляд, немножко неполноценная. Ну, как многое там, что пишут, конечно, с той стороны. Тут единственное, что у нас какая-то, для меня до конца непонятно. Часто бывает, что вот там написала какая-то американская газета, или британская, или немецкая, и у нас выхватывают этот заголовок, и начинают все. А вот они там сказали. Ну, ребят, мало ли что там написали, на самом деле. Может, написали специально, чтобы вы тут, в общем-то, возбудились. К вопросу о помощи. Вот вы наверняка обратили внимание на какую-то, ну, не непонятную, во всяком случае, активную позицию таких великих государств, как Голландия, Бельгия. Ну, Прибалтика там давно, в общем-то, в этом пытается быть в авангарде, скажем так, антироссийской политики. Но тут эти вдруг, особенно, когда дело касалось как раз-таки истребителей вот этих в 16-е передачи, не знаю, смелость какая-то у них появилась, и выступили чуть ли не в первых рядах. Вот мы даем свои истребители, мы даем все, что они там могут, все пусть делают. Вот если там американцы хоть как-то там мы разрешаем удары по какой-то территории ограниченной, то там говорят, делайте, что хотите с ними. Что они там съели, вот на ваш взгляд, в этих больших государствах? Да они ничего не ели. Это просто чисто психологический такой момент. Причем этот момент свойственен не только человеку, но и животным. Обратите внимание, вот в городе, допустим, выгуливают собак. Когда выгуливают большого пса, такого серьезного, серьезной породы, вы когда-нибудь видели, чтобы он вот так вот по любому поводу гавкал, кидался, чтобы его там прям аж это разрывало от каких-то эмоций? Огромный здоровый пёс, боевой пёс, он идёт и просто смотрит. Если он будет атаковать, то он просто кинется без всех этих ритуальных действий. И обратите внимание на маленькие мелкие породы. Чем меньше собачка, тем больше у неё шума. Она бедная просто, вот обратите внимание, она просто вот, если ей что-то не понравилось, а тем более, если её что-то испугало, это такая истерика у этих собачек начинается. Их начинается разрывать просто на части от эмоций, от желания испугать, показать свою мощь. То есть она вот такая вот, её в карман можно засунуть, но она ведёт себя, как, я не знаю, как стадо слонов. Прям мощью чувствуется. Здесь, опять-таки, чисто психологический момент. Ну вот эти Голландии разнообразные, Прибалтики, да, они же прекрасно понимают, что они сами по себе ноль. Почему собачка гавкает, вот эта маленькая, мелкая? Потому что у неё за спиной стоит хозяин. И она знает, что если вдруг она на ручке и в карман, юрк, а разбираться будет хозяин, не она будет разбираться. И здесь точно такая же психология. Допустим, берём ближе, Прибалтику, Прибалтийский. Почему они так, как вот эти вот, как шавка мелкая, шавка прям исходит, вот от этого гавкотни своей? Да потому что они прекрасно знают, что сами по себе они ноль, полный ноль. Если будет разборка, то разбираться будет их хозяин. Не они сами. Отсюда и такая ярость, отсюда и такая смелость. Американцы, ты чего? Они же прекрасно понимают, что если придётся сцепиться с русскими, да, с Россией, то прилетит так, что мама не горюй. А Прибалтий, ну что, начальник же будет разбираться, хозяин будет. Большой хозяин в Вашингтоне будет разбираться. Поэтому нам, как грубо говоря, за базаром им следить не надо. Они могут гавкнуть, всё что угодно. Ну естественно, что и Москва, как бы, она воспринимает, весь этот шум их, ну вот как вы воспринимаете на улице гавканье этих мелких собачек? Ну гавкает, ну разрывает её там, прямо в конвульсиях бьётся. Ну что? Ну природа у неё такая. Ничего не поделать. Я почему так улыбаюсь? Я каждый день вагуливаю пса таких нормальных размеров, которые... Вот-вот. Просто я как-то раз видел в городе, значит, шёл пёс такой, ну неопределённой породы, он со двора вышел. И шла, значит, там это, с хозяйкой там какая-то собака, и... Он молчал, он просто подошёл так, раз её за горлом, и она у неё в зубах висит. И всё. Вот здесь ситуация приблизительно та же. Но если Россия отреагирует, она же будет как вот с этим псом, просто хвать, и будет висеть в зубах. Все вот эти вот собачки, шапки, которые по приказу хозяина гавкают. Ну вот, таковая судьба. Ну что ими движет в большей степени? Страх всё-таки, как вы думаете? Страх. Вы знаете, очень многие у нас здесь, в том числе и среди экспертов, они почему-то думают, что Запад потерял берега, что Запад обрёл какую-то такую чудесную смелость. И поэтому он себя так ведёт. Нагло, агрессивно, беспардонно. А на самом деле, в принципе, ситуация как раз наоборот. Вот эта их наглость, агрессивность и беспардонность, это как раз психологическое следствие страха. Они очень боятся России. Они невероятно боятся России. И прежде всего, это касается именно вот эти мелкие страны, вот этот весь Лемитров, не до страны, не до государства. Мы их называем, ну что ж, ну прибалтики, ну это условно государство. Это государство в кавычках. Они всегда были частью чего-то. Вот эти вот, да, допустим, берём непосредственно Прибалтику. Вот эти вот, так называемые, прибалтийские государства, они всегда были частью чего-то. Они никогда самостоятельно не существовали. Единственное, что они могли, это мечтать о свободе. Они, в принципе, большую часть своего, вот, жизни своей, они мечтают о свободе. Значит, сначала там были под кем-то, мечтали о свободе, потом там оказались под кем-то, тоже мечтают о свободе. Потом, значит, в 90-х там, в начале 90-х они эту свободу получили, в конце 80-х, да, вот, обрели эту свободу и сразу хлоп под другого начальника, под другого хозяина. То есть были в Советском Союзе, а потом раз, и оказались в Европе, оказались под американцами. И им комфортно, они по-другому жить не могут. Вот в чем все делать. Это их суть. Да, ну, нам-то, у нас до границы общая, и ближе всего она к нам как раз-таки. Вот мы сейчас читаем новости, например, в той же Литве. Вот сейчас строится очередная там база военная. Немцы уже там. Милитаризация региона, она ведь не прекращается. Поляки постоянно вооружаются, перевооружаются, там планы мобилизации тоже какие-то строят. Да, конечно, сейчас вот как раз Беларусь и Россия закончили очередной этап учений по поводу применения тактического ядерного оружия. Ну, будем надеяться, что это действительно должно охладить очень очень многих воинственно настроенных людей. Но вместе с тем видим, что тихо и сапой все равно вот эти вот действия, они продолжаются. Это все тоже следствие этого страха. Все из этой же оперы. Но с одной стороны им страшно, с другой стороны хозяин большой не дает им успокоиться, бьет палка все равно по голове. Мы что-то не видим. Вся вот эта риторика агрессивная. Здесь же тут смешная немножко ситуация. Европа потеряла свою субъектность. В принципе потеряла. Вот за за этот период между нынешней ситуацией и завершением Второй мировой Европа полностью лишена этой субъективности, субъектности. Она не самостоятельна. Американцы долгие десятилетия эту элиту европейскую выводили искусственным путем. Подрезали и выводили. То есть там такая селекция шла целенаправленная. Ну давайте вещи своими именами называть. Я же как бы не преувеличу ничего. Если посмотреть на умственные способности, на волевые способности, на собственно говоря самостоятельность этих элит. Ну это же полный ноль. И это сознательно этот отбор этих людей специфических он шел долгие десятилетия целенаправлено. Для того, чтобы вместо элиты европейской был дрессированный зоопарк. Вот у них сейчас там дрессированный зоопарк. Начальнику большому, хозяину Европы в виде Вашингтона ему не надо самому допустим куда-то лезть в какие-то разборки, что-то там говорить и чем-то рисковать. Зачем? Если он для цели подготовил целую Европу. Вот хозяин скажет фас и побегу. Ну насколько у них сил конечно хватит для этого. Тут знаете здесь тоже проблема в чем? В том, что Европа кастрирована грубо говоря. Психологически кастрирована, в волевом плане кастрирована. Там ценности совершенно другие. Это не те ценности, которые были допустим в Европе накануне Первой мировой или накануне Второй мировой. Европа другая сейчас на данный момент. И вот эта вот другая Европа она по большому счету к войне не приспособлена. И эту проблему им надо решать. Но эта проблема за три дня и за три года не решается. Это вопрос переформатирования целого поколения. То есть как они форматировали вот эти поколения после окончания войны Второй мировой. Так сейчас наоборот надо. Из вот этих травоядных надо делать хищников. А это сложный процесс. Кропотливый, долгий. И не факт, что там сейчас кто-то умеет делать. Понимаете? Поэтому сейчас ну что, все вот эти телодвижения возле белорусской границы с расчетом на то, что вдруг кто-то испугается. Вот мощная польская армия. Слушайте, ну мы же знаем, что собой представляет польская армия. Ну знаем, что это такое. И она не так уж далеко ушла от украинской армии. Вот чем все дело , собственно говоря. для меня вообще странно, когда некое государство начинает кому-то угрожать, не имея собственного ВПК. То есть самостоятельно производить боеприпасы, технику, вооружение она не может. Она может только что-то где-то покупать, и то они всегда корейцев сейчас активно закупают все подряд причем. Ну друзья, поляки, ну вы сами подумайте, вот Украина тоже, она в принципе производить ничего давно уже не может. Она сейчас воюет на чужом, то что дают хлам. Все, что хотели выкинуть и утилизировать, но слишком дорого было, и оно где-то валялось. Вот сейчас решили все отдать. То есть выделили гигантские деньги, деньги украли, а за счет этих денег выделили хлам. Разнокалиберный, без запчастей, то есть там все древнее, все старое, и на это значит украинская армия воюет. У поляков приблизительно то же самое. Они собрались победить Россию покупая танки в Корее или самолеты в США. Слушайте, ну что это за ерунда? Даже если предположить, что им удастся загнать там допустим в мобилизацию там несколько миллионов человек, миллионов европейцев. Даже предположить, что они возьмут, там появятся умные люди и организуют огромное военное производство, которого сейчас там нет. Я вообще не вижу. Уже идет столько времени противостояние военное. Я не вижу, чтобы Европа реально перешла на военные рельсы. Пока там только бла-бла-бла. Болтовня идет. Я вижу процессы в России, я вижу процессы в Белоруссии, но я не вижу этого ни в Европе, ни в США. То есть там какие-то вроде как телодвижения есть, но на самом деле у них до сих пор того состояния, которое позволяет начать войну, начать, у них нет. До этого состояния еще не дошли. И когда дойдут, никто не знает. представьте, хорошо, давайте предположим, они соберут эту гигантскую армию, и что дальше? Новый драгон на хостом. А президент Белоруссии отдаст приказ на применение тактического ядерного оружия. И все, что они там соберут, просто сгорит. Вот реально. Тут же как бы я как бы не совсем понимаю вообще все телодвижения, пляски с этими саблями, там-там и все остальное. Но если действительно даже вам удастся собрать гигантскую армаду, она же испарится в течение 15 минут. Мы же не будем физически конвенциальным оружием противостоять противнику, который в разы больше сильнее нас. Здесь на мой взгляд вообще какая-то бессмыслица полнейшая. Все вот эти заявления, все вот эти угрозы, призывы, какая-то пафосная речь. Да мы сейчас вот так. Им кажется, что Россия не отважится использовать ядерное оружие. Когда-то им казалось, что Россия не отреагирует на телодвижение на Украине, а потом хлоп и Крым ушел. Когда-то им казалось, что Россия не перейдет границу украинскую, а потом хлоп и перешла. Так будет и в данном случае. Там кому-то может быть на что-то там может надеяться. Но не случайно даже Россия долгие годы целенаправленно модернизировала свое ядерное оружие. Все три компоненты. Прежде всего прошла модернизация. Но не для того, чтобы бла-бла-бла. Но вы же знаете, кто такой Пучин, как он действует. Это не в его манере кого-то там пугать. Он просто четко говорит, ребята, вот если будет вот так вы сделаете, мы сделаем вот так. Если вот так, то мы сделаем вот так. Сейчас в принципе с его стороны прозвучало простое четкое лаконичное предупреждение. Если вы дернетесь, я упрощаю, если вы дернетесь, мы ответим. И для этого, собственно говоря, чтобы вы понимали, что это все серьезно, сейчас проводятся маневры по применению тактического ядерного оружия. то есть президент России по сути официально предупредил, что если дернетесь, получите вот так. Ну, с учетом всей истории, политической истории Путина, мне кажется, это только дебил, может не верить сказанные им слова. Он не бросает слова на ветер. Если он сказал, что мы ответим соответствующим образом, то мы ответим соответствующим образом. Руками друг нет. Ну, тогда надо только надеяться, что там не самоубийцы сидят, во всяком случае, в большинстве своем. Никакому из европейских народов это точно не надо, но, как показывает практика, что они могут, особо ничего. На ваш взгляд, далеко ли то время, когда большие все-таки дяди начнут договариваться и разговаривать напрямую между собой? Не через прокси, как сейчас, Украину используют как плацдарм для нападения на Россию, там Европу настраполяют и так далее. Вот такое общение пока происходит с санкциями, обменами всякими разными уколами, в том числе очень болезненными, ну и кровь льется-то, елки-палки, это каждый день. Вот это же самое главное, что нельзя забывать. Далеко ли то время, когда все-таки, ну все же понимают, что мир, ну или какое-то подобие мира возможно только когда Вашингтон и Москва начнут говорить напрямую. И о чем-то договариваться. Ну смотрите, если, мы же не можем рассуждать о большой политике, о большой геополитике с точки зрения каких-то бытовых отношений. Ну это два соседа по лестничной там площадке могут поссориться и можно спросить, ну наверное там через месяц они помирятся, через два будут вместе где-нибудь там выпивать, сидеть и закусывать в контексте разговора по душам. А здесь же вот эти параллели они неприменимы. И когда задается вопрос а когда вот начнут разговаривать, ну как показывает практика, как показывает история, особенно история отношений с Западом, разговор в общем-то начнется только после того, как мы наступим на голову ногой. Вот когда мы наступим на голову ногой и приставим к этой голове пистолет, тогда будет собственно говоря какой-то диалог уже. Причем я вам сразу могу сказать, что цена этого диалога будет не стоить выеденного яйца. то есть пока пистолет к голове приставлен к их голове, они будут с нами разговаривать, понимая, что еще секунды просто вынесут им мозг. И как только пистолет от головы уберут, они сразу начнут как бы опять фантазировать. Это их природа. Западная цивилизация построена на непрерывной экспансии. 500-600 лет. Вот все, что мы видим, все, что вот они получили, это результат непрерывной экспансии, непрерывной агрессии. Агрессия, которая выплеснулась на весь мир. Это их, опять-таки, это их природа. Поэтому, на мой взгляд, разговор начнется только после того, как они уже будут обессилены и ничего не могут сделать. Тогда уже сама ситуация вынудит их сесть за стол переговоров. До этого момента никаких переговоров, никаких разговоров не будет. Вот в общем, все дело. Ну, к сожалению, но они так устроены. От этого никуда не уйти. Успехи российской армии на территории Украины каким-то образом могут ускорить этот процесс? Ну, вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что ведь противостояние идет не только на Украине, противостояние между Россией и Западом. оно идет по всему миру. И речь идет, собственно говоря, в данной ситуации о том, что они захотят договариваться, точнее, они захотят передышки. Не договариваться. Любой договор с Западом, с англосаксами, он не стоит даже бумаги, на которую он подписан. Я сразу говорю, если с ними договариваться, то надо договариваться не на основании каких-то подписанных бумажек, а на основании объективной ситуации, которую мы контролируем. Да, вот когда советская армия зашла в Восточную Европу, это была четкая гарантия того, что никакая, прошу прощения, западная тварь не подойдет к нашим границам. Любые подписанные бумажки это мусор. Стоящие контингенты в Восточной Европе, это четкая гарантия, мы контролируем ситуацию, независимо от того, какие бумажки подписаны, что у них там в голове. Других вариантов я не вижу. Все остальное, это вот, ну, слушайте, ну, возьмите, допустим, ситуацию на Украине, там два минских соглашения было подписано, и что помогло. Ну, и не только минские, еще и истамбульские были. Истамбульские там были, и что, ну, я еще раз говорю, пока пистолет не будет приставлен в голове, пока они к своему ужасу не ощутят свою беспомощность перед нами, никаких изменений не произойдет, по крайней мере, у них там в головах. И то, опять-таки, этот пистолет придется держать как можно дольше. Да, ну, то есть, все это говорит о том, что быстро не будет, я вот про что. Не будет. После того, как у Украины не станет, появятся другие проблемы. Вы же, ну, собственно, по тем действиям, которые сейчас осуществляют американцы, все уже понимают, что Украина на выход приготовилась. Все. То есть, это вопрос как бы ближайшего времени. Значит, ее кто-то должен заменить собой. Все вот эти там-тамы в Европе звучат, военные, боевые, как раз для того, чтобы очередную жертву найти в Европе и запихнуть в мясорубку. То есть, тут сейчас вопрос о том, кто будет после Украины. Кого? Поляки? Румыны? Кто? То есть, вот сейчас американцам, в принципе, все равно. Они не для того положили под себя Европу, чтобы с ней церемониться. Украина яркий пример. Они не для того ее захватили, чтобы украинцы прекрасно там жили, себя и чувствовали. Они не для... Они Украину захватили для того, чтобы превратить ее в инструмент своей политики, в инструмент защиты своих интересов, как они это понимают, имперских интересов. И они спокойно, они ее захватили, они ее подготовили и спокойно бросили в мясорубку. И сейчас смотрят, чтобы оттуда никто не выбрался с той мясорубки. Не хотите воевать, так мы сейчас будем облавы массовые делать. не хватает людей, мы опустим планку мобилизации до 18-ти, а надо и до 16-ти опустим. Потому что не для того мы Украину захватили, чтобы просто так ее выкинуть, кому-то отдать. Мы будем в мясорубку, да, в Вашингтон, там же предельно, еще раз говорю, это очень, это десятилетие, это столетие имперского мышления и имперской политики. Украина не первая и не последняя в этом ряду жертв Запада. И если на Украине вообще население не останется, Запад через два дня об этом забудет, а через неделю вообще никто не вспомнит, что там какие-то украинцы где-то были. Да им плевать. Точно так же, если, допустим, послезавтра не станет поляком. Да плевать. Вашингтон максимально любыми способами, любыми средствами будет продлевать свое господство, мировое господство. Надо для этого полностью израсходовать население Украины, израсходуют, не думая израсходуют. Надо для этого израсходовать население Польши, аналогичным образом израсходуют полностью, целиком. Здесь если вдуматься в ситуацию, то, допустим, Адольф Гитлер, если как бы он из ада сейчас смотрит, он просто нервно курит в сторонке. Потому что то, что Адольф Гитлер мечтал, о чем он фантазировал всю свою жизнь, осуществили американцы. Вот она, вот оно, вот это вот. Причем эта же идея, которая сейчас воплощена в Соединенных Штатах, в правящей этой американской транснациональной элите, это же древнейшая идея, древнейшая мечта западной цивилизации. Вот она осуществила эту свою мечту. Тут другое дело, что, конечно, знаете, это как в том анекдоте, что о негре, помните, вот этот вот старый еще советский анекдот, негр мечтал быть белым и чтобы вокруг женщины, вокруг него. Ну и джинн его превратил в унитаз в женском туалете. Вот здесь приберительно для многих будет точно такая же история. Поэтому я часто говорю бойтесь своих фантазий. Бойтесь, потому что не всегда то, что вы хотите, оно получается таким, каким вы хотите. Вот в чем их проблема. Ну, все равно, мне кажется, где-то же есть Кащеева смерть, елки-палки, какая-то такая болевая точка, назовите это как хотите, как вам больше нравится. То, что способно, вот вы говорите, пистолет, образ такой, пистолет приставленный к голове, к виску, что-то все равно должно быть. Просто, может быть, не нашли или намеренно не использовали для того, чтобы воздействовать на тех же американцев. У них сейчас, конечно, шикарно идут дела, на мой взгляд. смотрите, как они извлекли, получают свои уроки из всех своих, ну, большинства своих военных неудач. Они не повторяют войну в Вьетнаме, да, то есть, их солдаты-то находятся, не воюют и не гибнут. Они даже не повторяют Афганистан, опять же, их солдаты и Ирак, а их солдаты нигде не воюют и не гибнут. Кровь американских пацанов не льется. Льется чужая кровь, то есть, они чужими руками жар загребают. Но так не может продолжаться вечная история, опять же, говорит об этом. Где-то есть вот та самая кнопка. Ну, смотрите, если брать историю, которую вы упомянули, ну, допустим, Византийская империя, она же уже на своем период своего падения, да, умирания, скажем так, она же собственными руками собственной армии войны уже не вела. Она либо воевала с помощью наемников, либо с помощью каких-то дипломатических средств, подкупа, коррупции, всего остального, стравливала своих врагов. Вот она за счет этого какое-то время еще балансировала на грани. С Римской империей приблизительно та же ситуация была. Когда она уже шла на закат, римляне уже не воевали. Воевали за римлян варвары. Соединенные Штаты подошли к этой же ситуации. Глобальная американская система, мировая господство, она уже рушится, она уходит в небытие. и американцы воюют руками чужими не потому, что вот они такие мудрые, а потому, что они сами уже воевать не могут. Там колоссальнейшие системные проблемы именно связанные с военной сферой соединенные и и в плане комплектации подразделений, и в плане обучения, и в плане даже просто сейчас американское правительство банально не может даже набрать за деньги то необходимое количество военнослужащих, которые не хотят воевать. Не хотят воевать. Никому это не надо. Всем и так хорошо. Это Римская империя, это Византийская империя. Они заканчивались приблизительно так же. Американцы идут по этому же пути. У них остался определенный промежуток времени, опять-таки мыслить историческими аналогиями, определенный промежуток времени, в рамках которого они будут балансировать, используя своих сателлитов и вассалов. Все, что предыдущие поколения американских политиков наработали, чего они добились, достигли. Вся эта мощь будет брошена в топку, чтобы продлить существование глобально Fax American. Но это их не спасет. Это уже интеллектуально, технологически, просто даже материально-физически они уже истощены. Это по факту. Встречный вопрос, что они смогли за последнее время осуществить своих планов. Ну что? Ну закинуть в бойню своего вассала это не проблема. Это небольшая проблема. А дальше-то что? Они сейчас приговорили Европу. Они думают, что за счет этого выживут. Не выживут они за счет этого. Внутри Соединенных Штатов такие колоссальные системные проблемы. Системные. здесь понимаете, здесь же как бы все трещины пошли по всему вот этому телу имперскому. Сложно с вами не согласиться, тем более, что мы обсуждаем только скажем Европу, то, что рядом с нами сейчас в этом разговоре. А мы еще не говорим про Китай, про весь Тихоокеанский регион, про всю Юго-Восточную Азию, где я вообще не знаю, как они будут с этим справляться. Мы смотрим сквозь призму своих проблем. Естественно, с нами рядом. Да, и в значительной степени мы привыкли к определенным стереотипам восприятия Соединенных Штатов, той же Европы. А вот эти стереотипы они уже давно не являются отражением реальности. Разговор о внутренних проблемах американских это отдельный разговор и не на один час. И я, честно говоря, я не могу сказать, что я погружен в эту тему с головой, но даже то, что я периодически копаю, смотрю, разбираюсь, делаю для себя выводы, я, честно говоря, не понимаю, как эти проблемы решать. Я не понимаю, кто их будет главный, а кто их будет решать, потому что проблемы колоссальнейшие. Внутриамериканские проблемы, я сейчас внешнюю политику не беру, чисто внутриамериканские проблемы колоссальнейшие. Чтобы их решить, это необходимо там, я не знаю, что совершить. И чтобы их решить, эти люди, которые их будут решать, они должны, ну, как минимум, быть гениальными. Ну, посмотрите на верхушку правящую американскую, начиная с их президента, посмотрите вот этот ближайший вот этот вот возле него людей, как эти люди будут решать проблемы, которые, масштаб которых вообще не соизмерим с масштабом их личностей. Это нереально, то есть, вот я честно скажу, опять-таки, проблема здесь, да, Украина, Россия, Европа, проблемы, они только их обостряют. То есть, они решили сжечь Европу, нанести максимальный урон России, таким образом, они думают, что смогут как-то сбалансировать своих интересах ситуацию. Отношения с Китаем, аналогичная ситуация. Проблемы на задних дворах американских, я имею в виду Латинскую Америку, там тоже проблемы для них, там для них все проблемное. То есть, у них проблемы со всех сторон. Поэтому, поэтому, когда кто-то говорит, допустим, из наших экспертов, американистов, что Америка доживает свой век, оно так и есть. Я просто, когда есть свободное время, захожу в YouTube, смотрю, мне интересно просто смотреть страны изнутри. Вот люди ходят и просто снимают. Снимают там города, снимают там сельскую местность. Ну, как-то пару дней я посвятил вот таким вот путешествиям по Соединенным Штатам. Слушайте, ну, это ж то, что я там увидел, ну, меня, мягко говоря, поразило. Я понимаю, что это просто, знаете, это такая социально-антропологическая катастрофа. Она пока локальная, то есть вот есть определенные как бы фрагменты Соединенных Штатов, где произошел просто вот ну, конец света, социально-антропологический конец света. Но проблема американцев в том, что вот эти вот отдельные, локальные, да, концы света, они же расширяются, и есть тенденция к сливанию их, единое целое. Ну, видите, не случайно периодически рвут интернет, а в частности самую распространенную социальную сеть в Соединенных Штатах, ну, когда-то твиттер, сейчас x, видео, которое из Минска периодически появляется, например, просто видео, просто вот люди едут в метро. Просто видео, да? Просто вот человек взял телефон, смотрите, это вагон Минского метро, просто люди едут, все. Так вот, когда американцы видят, как, например, люди едут в Минском метро, они не верят, что так может быть. Ну, когда просто хорошо одетые люди, нет пьяных, нету куриных, никто там не дерется, никто ни в соплях, ни в блевотине, в метро, все хорошо, все красиво, а там в комментариях сыпется, да, ну, так не бывает. Ну, да, это как будто остановочная. У нас-то уже давно не так, да. И они просто не верят, что так вообще может быть. Он же тоже, как бы, Карлсон, американский журналист, он же тоже впечатлился. Он не мог поверить, что такое метро может быть, что может, в принципе, такой город быть. Они-то привыкли к американской реальности. Тут недавно, вот, да, вот на ПЭФе, когда приезжали журналисты, там же тоже многие с открытым ртом смотрели на то, как в Петербурге все. А разве так может быть у них, да? Ну, это пропаганда, это русская пропаганда. Так хорошо не может быть. Реальность не может быть такой хорошей. Ну, не может быть такого метро, таких улиц, таких людей, ну, не может такого быть. Мы же так живем в другой реальности, а это единственное возможное, так они думают, реальность. Вот в чем проблема. Ну, так смотрите, вот Беларусь уже тоже достаточно давно ввела безвиз для въезда на нашу территорию, для литовцев, для поляков, ну, очень близлежащих, для голодышей, да и, по-моему, безвиз для 80 стран мира, ну, там около 80 стран никто не отменял. То есть, по большому счету, человеку, чтобы прилететь в Беларусь, достаточно закупить билет. Все. Но те, кто едет на машинах, литовцев, там, поляков, ну, они-то едут, почему? Они знают, что здесь, ну, как минимум, дешевле топлива. Простые бытовые вещи, особенно, кто рядом с границей живет. Продукты и так далее, и так далее. То есть, они едут вполне себе с земными мотивами. Но их там, ну, опять же, как сообщают с границей, не так просто им сюда и попасть из-за их же служб, которые всячески препятствуют потому что люди приезжают, видят своими глазами. Не из интернета, не из газет, не из телевизора. Они своими глазами видят, они могут общаться, они могут ездить как угодно им. И это мнение, ну, как ты его перешибешь потом? Вот у нас так. Да. Это называется когнитивный диссонанс. Абсолютно верно. Мы приучены к определенному набору стереотипов. Мы, я имею в виду человек как таковой, вот его сознание, оно существует в рамках определенного набора стереотипов. Выход за рамки этих привычных, да, это как бы привычная картина. Особенно, если человек уже в возрасте, если еще не молодой, где идет только формирование и становление. А уже когда все уже оформилось, уже все устаканилось, вот мир такой, какой, вот я его привык видеть. И тут вдруг он видит факты, которые противоречат вот этой устоявшейся картине. Ну, вот нас ведь, ну, я по детству, по юности помню, пропаганда приучала к тому, что Америка это рай земной. В Европе эти тротуары шампунем моют, до сих пор помню все образы. Живут там просто вот, вот, блин, ну вот, действительно рай, рай на земле, ой-ой-ой, а у нас ад, ад. Вот, когда вот человек десятилетиями живет с этой мыслью. Ну, тут надо дать должное, Андрей, лет 30 назад действительно в Европе примерно так и было. И когда наш человек приезжал туда, он действительно видел красивые выхоженные улочки и все такое. Но сейчас-то по-другому совершенно. Совершенно верно. И не прямо сейчас, а уже много лет как по-другому абсолютно. Да, но стереотипы восприятия остались. А стереотипы остались, да. И когда человек сталкивается с фактами, которые противоречат этому стереотипу, он старается их не воспринимать. Он их отбрасывает, закрывается, потому что это же надо перестраивать всю внутреннюю картину восприятия реальности. Ну, как это? Град на холме. Соединенные Штаты, на которых мы молились десятилетиями, которая нам вбивала пропаганда в голову, что это ничего лучше этого. А тут хопа и такая, знаете, мягко говоря, помойка. Или, допустим, та же Европа, которая тоже, по сути, превращается в помойку. То есть, по сути, это идол, померк. Здесь же, кстати говоря, у нас, но я не знаю, как у вас Белоруссия, у нас в России многие, которые вот десятилетиями молились, они же не могут в это поверить. что вот этот идол, которым они поклонялись, а на самом деле уже там пустышка, ничего нет. Но солнце для них до сих пор встает там, на западе. Ну, до сих пор, да. Для упора ты их. Нет, ничего не сделаешь, это время должно пройти. сменится поколение, если хотите, потому что у них, да, они живут теми представлениями, они насмотрелись тогда американского кино, того же, которое тоже давало вот эту вот, вот иллюзию этого мира. Да, вот этот вот красивый дом с лужайкой, машина, детки, собачка, вот эта вся такая. Вот стандартная американская семья так живет. Ну, здрасте. Прямо вот каждая, да. Ну, точно нет. Андрей, еще один вопрос, который нас всех касается. Заявление лидера Армении Пашиняна о выходе из УДКБ, что это, на ваш взгляд? И более того, еще подается так, что, мол, мы можем даже пересмотреть свою позицию и подумать, выходить или не выходить, если перед нами извиниться президент Беларуси Александр Лукашенко. Вот, не шантаж такой, что это вообще такое происходит с ними там, на ваш взгляд? Как это не прискорбно, но Армения идет по пути Украины. Причем шаг в шаг. Вот прям вот поражается. Ну, они же уже видят пример. Вот же он перед глазами. Это же у украинцев не было этого примера, наверное, да? Ну, его действительно не было такого вот жесткого, кровавого. А у них-то вот, они же видят его. не имеет абсолютно никакого значения. Если страна захвачена, если страна оккупирована, если страна превращена в инструмент, в чужой инструмент, то какое значение имеет то, что кто-то что-то видит или не видит, понимает или не понимает? Да, там, в Армении кто-то что-то и понимает и кто-то что-то видит. Судя по акциям протеста, наверное, все-таки видят. А что они могут уже на данный момент, когда страна захвачена? Да ничего они уже не могут. Они могут только свергнуть вот этот режим, который там осаждали американцев. грузины рядом приняли же закон об иноагентах, хотя им не просто не давали это сделать, а очень серьезно не давали те же американцы. И у грузин ситуация немножко иная. Они прошли через все то, через что сейчас собственно говоря проходят армяне. Они наелись вот этого всего в полной мере. Не зря же Саакашвили потерял там власть. Чисто это Саакашвили это один к одному вот как вот сейчас Пшенят или допустим Зеленский в Украине. Они же как отштампованные. Они же как такое ощущение, что их где-то в одном питомнике выращивали. Но разница между Грузией и Арменией в том, что Грузия прошла через все вот это вот. Армения еще и только идет, она через это не прошла. Та власть, которая сейчас в Грузии, она по сути, да, она по сути сейчас пытается действовать по уму. Не так, как когда-то вот Саакашвили сказали, делай вот это и он делает. Они пытаются защищать свои интересы. И по большому еще, но опять-таки я не хочу идеализировать тех же грузин. Там просто на данный момент бабло победило зло. Знаете, есть такая вот сентенция, вот в Грузии бабло победило зло. Потому что те деньги, которые сейчас зарабатывает Грузия цело на, скажем так, параллельном экспорте, она посредник. через Грузию сейчас идут такие товары в Россию. Естественно, что процент от этого для маленькой Грузии это все. Она таких денег никогда не видела. И сейчас, собственно говоря, сражение идет даже нисколько за независимую Грузию, за сколько за вот это, грубо говоря, бабло, которое идет через Грузию, оседает в Грузии, благодаря нормальным отношениям с Россией, пока неофициальным, это просто интерес, это просто как бы рациональные действия. В Армении ситуация другая. В Армении сейчас Саакашвили там свой всем правит бал. На ручном управлении. Ну, не зря же они столько денег вбухали во все вот это НПО. Ну, не зря они вели его непрерывно к власти. Не зря. Это чистейший вариант марионетки американской. Причем абсолютно на ручном управлении. Ему на Армению и на простых армян плевать. Это колоссальное предательство. Захватить власть в стране, а потом обречь эту страну на гибель. Это как на Украине. Они захватили власть на Украине, а сейчас они обрекли ее на гибель. Не только там экономическую, финансовую, какую-то там еще физическую гибель. И то, что сейчас делает Пашинян в Армении, он идет шаг в шаг за Украиной следом. Но с учетом того, что Украина все-таки огромная страна, по масштабам допустим той же Европы и так далее, то Армения страна очень маленькая. У нее этих ресурсов, которые были у Украины, нет. И если вот все, что сейчас происходит в Армении под руководством Пашиняна продолжится, страна просто не станет. Она просто физически перестанет существовать. Понимают ли это верхушка? Понимают прекрасно. Но они сядут на самолет и улетят. Им плевать. Понимают ли народ? Я думаю, часть народа армянского это понимает. опять-таки еще раз повторю, не зря вот огромная масса людей вышла на улицы протестовать и требовать отставки Пашиняна. Если они этого не добьются, если нынешний армянский режим не будет свергнут любым путем, здесь уже не до сантиментов, потому что на кону стоит физическое существование Армении как государства, потому что под боком соседи, не буду называть, все знают прекрасно, которые, собственно говоря, уже почистили зубы и готовы к еде, приняли к приему пищи. И этой пищей будет Армения. И то, что сдали, допустим, на Горный Карабах, точно так же сдадут и Армению в целом. К этому все идет. Только дурак, прошу прощения за резкость, не понимает всего этого. Это один к одному. То, что с Украиной, то же самое с Арменией. Поэтому будем смотреть, что там будет дальше. Хотя, опять-таки, надежда есть. Почему надежда есть? Потому что все-таки есть здоровые силы, на мой взгляд, в Армении, которые готовы ради Родины подняться на защиту всего, что им дорого. Церковь, армянская церковь подняла людей, вывела на улицы и призвала защищать свою Родину. Это в Армении, а в Украине посмотрите, что было. Что сделали на Украине с церковью? Хотя бы один из иерархов Украинской Православной Церкви вышел к людям и сказал людям поднимайтесь, берите вилы, косы, выходите. Никто не вышел, никто не призвал, никто не взял на себя ответственность, никто не проявил волю и мужество, все как крысы попрятались по щелям, как крысы начали приспосабливаться к ситуации. Вот в чем разница между армянами и теми людьми, которые сейчас себя называют украинцами. И это дает надежду армянам победить. Маленькую надежду на победу это дает, потому что они готовы сражаться, наплевав на все, на любые последствия своих действий. На Украине этого нет. На Украине никто, все молча сидят и ждут. Чего ждут непонятно. Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Плохо, конечно, одно, что все такие особенно резкие заявления обычно происходят после того, как кто-то из американцев, чаще всего это делегация, посещает Армению и несложно догадаться, что они там рассказывают тому же Пашиняну. Знаете, здесь же проблема не в том, что каких-то ресурсов не хватает для борьбы, еще чего-то не хватает. Маленькая Куба, яркий пример маленькой Кубы. Этих примеров, здесь вопрос воли людской, здесь вопрос моральных каких-то принципов, здесь вопрос ценностей, если у тебя нету ценностей, если у тебя нету принципов, если ты лишь ищешь где поглубже, получше и покомфортнее, естественно, ты не будешь сразаться за свою родину. Тебе проще просто собрать манатки и свалить куда-нибудь подальше. Но это же вбито, допустим, брать Украину, население, им же это вбито в голову. Они всю жизнь искали, где лучше, они не строили свою страну, они всю жизнь им говорили, вот сейчас мы евро интегрируемся и у вас наступит сплошной вечный кайф. На Украине есть наемники, есть загратотряды, есть нацисты, повернутые головой на определенных идеях, но больше, собственно говоря, там ничего нет. И есть хатоскрайники, они, это большинство, это тотальное большинство. Часть уже сбежала, другая часть прячется, хотя хочет переждать все вот это вот и все. Еще раз повторю, это как бы разница, да, среди лидеров на Украине не нашлось ни одного, ни одного. Президент Украины Янукович, законный, конституционный, бросил все и сбежал. Вот когда он должен был выйти на баррикаду, вот как ваш президент в свое время взять в руки автомат и выйти туда и сказать, сначала вы меня убьете, а потом вы захватите власть. Брать на себя ответственность, отдавать приказ, может быть, не очень, да, вот если так подумать, сложный принимать решение. Он этого не сделал. Лукашенко взял автомат и вышел и сказал, попробуйте. Янукович сбежал. Те, которые его свергли, ничем ни хуя не лучше его. Это еще большие твари. Потому что они его свергали, зная, что им ничего не будет. Зная, что за них за спиной стоит большой хозяин, большой начальник американцев, запад. Для них это было просто шоу. Красивое шоу, на котором хорошо платили. Они приятно проводили время. Правда, сейчас это шоу переросло в бойню, в мясорубку. Они думали, что все будет замечательно, что раз американцы заставили Януковича убежать, американцы заставят и Россию убежать. А не получилось. Вдруг оказалось, что их убивают. Причем убивают даже не тысячами, а сотнями тысяч. Но они же тоже предали свою... Они продали родину. Они ее отдали иностранцам. Целиком и полностью за три копейки ее отдали. Ну, а как известно, предатели родины никогда хорошо не заканчивали. это тут... Вот эта история точно говорит нам. Надзирает и учит. Спасибо вам, Андрей, большое за этот разговор, за ваше рассуждение. Всего доброго вам. Удачи. До свидания. Редактор субтитров.